Параллельно с сессией Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, в Женеве в эти дни работает сессия Совета по правам человека ООН. Среди прочих проблем на ней впервые обсудили тему насильственного извлечения органов у живых приверженцев духовной практики Фулуньгун, миллионы которых томятся в китайских тюрьмах и исправительно-трудовых лагерях в качестве узников совести. Эту многомиллионную группу людей власти Китая подвергают гонениям на протяжении последних 13 лет. Тема вызвала оживлённые дискуссии среди делегатов из разных стран. «Извлечение органов у последователей Фулунгун впервые обсуждали на официальном заседании ООН. Многие делегаты были рады тому, что в ходе 21-й сессии Совета по правам человека ООН эта проблема была разоблачена. Все обсуждают её. Некоторые делегаты, у которых не получилось посетить встречу, прочли мою речь в электронном виде и посмотрели видеозапись». Свои доклады на эту тему зачитали главный редактор международного издания Epoch Times Годзюнь и главный представитель неправительственной организации при ООН под названием «Международное образовательное развитие» доктор Кэрон Паркер. По словам Годзюнь, её выступление прослушали делегаты из более ста стран и представители неправительственных организаций. При том, что тему насильственного извлечения органов у китайских приверженцев Фулунгун в Совете по правам человека ООН обсуждают впервые, на международном уровне о ней стало известно ещё шесть лет назад. Первым об этом рассказали два китайских беженца в марте 2006-го. Они сказали, что органы у практикующих Фулунгун в Китае изымают, начиная с 1999 года, когда начались репрессии этой группы. С тех пор правозащитники провели несколько независимых расследований. Среди них – отчёт бывшего госсекретаря Канады по Азиатско-Тихоокеанскому региону Дэвида Килгура и адвоката по правам человека Дэвида Мэйтоса. Согласно их расследованию, в период с 2000 по 2005 годы в Китае было сделано 41 500 операций по пересадке органов, донорами для которых, вероятнее всего, являлись по большей части практикующие Фулунгун. Исследователи отмечают, что в КНР для этого существует хорошо налаженная система, в которую вовлечены военные госпитали, тюрьмы, трудовые лагеря, а также полицейские и чиновники. «Подобного никогда не происходило в истории человечества. Это вопрос совести каждого человека. После моего выступления китайские делегаты сразу же стали отрицать сказанное и продолжили распространять ложь. Это преступление является геноцидом, который совершает Компартия Китая. Она использует мощь всей страны, чтобы покрывать это». По словам Годзюнь, делегаты от некоторых стран пообещали изучить проблему, чтобы решить, какие действия можно предпринять. В последнее время вопрос извлечения органов в Китае стали обсуждать чаще. В этом году американские власти впервые включили его в свой ежегодный отчёт по правам человека. Этому предшествовал инцидент, произошедший в Китае. В феврале бывший начальник полиции Чунцина Ван Ли Цзюнь совершил побег в американское консульство, где, как предполагают, передал западным дипломатам секретные документы. По некоторым данным, среди этих документов были и свидетельства насильственного извлечения органов, которые осуществляли китайские чиновники, в частности, опальный партийный секретарь Бо Силай и его покровители в верхах партии. Кроме того, проблему преступного изъятия органов обсудили в этом месяце и на слушаниях в Палате представителей США. По данным организации, врачи против насильственного извлечения органов жертвами этого преступления могли стать до 60 тысяч приверженцев Фулуньгун. Врачи призвали Нижнюю палату американского Конгресса выпустить соответствующую резолюцию с осуждением в адрес китайских властей.